Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! 12 января Apple выпустила первую в этом году прошивку, это iOS 15.2.1 Это небольшое обновление, и сейчас мы рассмотрим, что нового iOS 15.2.1 и стоит ли её устанавливать на ваше устройство. Буду благодарен, если подпишетесь на мой канал, зацените видео лайком. Если вы это сделали, тогда погнали! Размер новой прошивки в зависимости от устройства составляет около 1 гигабайта. Размер довольно-таки немаленький. Но это обновление не содержит в себе никаких-либо важных нововведений. В iOS 15.2.1 купертиновцы повысили стабильность и исправили некоторые проблемы, которые были заметны на предыдущей версии прошивки. А именно, первое. Исправили баг в HomeKit, из-за которого iPhone можно было превратить в кирпич. А именно, если добавить HomeKit устройство, которое содержит 500 тысяч символов в названии, тогда iPhone уходил в бесконечную перезагрузку. Ребята, у меня остался только один вопрос. Как это можно было вычислить? iOS 15.2.1 устраняет проблему, из-за которой ссылки iCloud, отправленные в сообщении, могли не открываться у получателя и не загружать фото. Сейчас эту проблему исправили, можете протестировать на своих устройствах. На предыдущей версии прошивки сторонние приложения CarPlay могли не реагировать на ввод. Но в новой iOS 15.2.1 эту проблему устранили, так что можете протестировать и написать об этом в комментариях. Ребята, я уже тестирую новую прошивку почти целые сутки. Визуально никаких нововведений я здесь не заметил. Все работает довольно-таки шустро. Без каких-либо задержек и багов. Стоит ли устанавливать iOS 15.2.1 на ваше устройство? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Если у вас есть определенные проблемы на действующей прошивке, тогда можете обязательно установить iOS 15.2.1 на ваше устройство. Если же у вас текущая прошивка работает довольно-таки нормально, тогда рекомендую подождать, так как ничего нового iOS 15.2.1 вы не найдете. Ну а Apple в то же время сейчас работает над следующим крупным обновлением, и это будет iOS 15.3. Стабильная версия этой прошивки должна выйти примерно через месяц. Если вы уже установили iOS 15.2.1 на ваше устройство и заметили какие-нибудь проблемы, дайте об этом знать в комментариях. Ребята, пока еще вы можете откатиться на предыдущую версию прошивки. Как это сделать? Смотрите, вот где-то здесь будет ссылочка, и в описании под видео также будет ссылка, и вы сможете узнать, как откатиться на предыдущую версию прошивки. Друзья, я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно подписываемся на мой канал, зацениваем видео лайком. Если вам есть вопросы, пишите. Всем желаю удачи и пока-пока!